Само название «вплелось импортозамещение» Вплелось отчасти, потому что когда я посмотрел программу общую, когда мы ее формировали, то вот один из главных тезисов импортозамещения нынешней жизни, в котором все, кто активно работают, столкнулись, начиная с колоссального дефицита компонентов и кончая дефицита доступа к всяким технологиям, то как раз вот это и есть необходимость импортозамещения. Ну и в киберустойчивости и в информационной безопасности было принято раньше, как говорится, у нас самая продвинутая импортозамещенная отрасль – это вообще информационная безопасность. Однако, когда, извиняюсь за выражение, рак свистнул, то тут, понимаете ли, как началось – и там не хватает, и с чем, понимаешь, вот здесь понадеялись, и это взяли. А вот на этом мы вообще, так сказать, только и делаем, что смотрим. Вот, значит, поэтому вот импортозамещение и киберустойчивость мне показалось очень такой актуальной темой. И несомненно, конечно, вот те выступающие, которые здесь записались, и достойные люди, которые эту проблематику понимают, в разных ракурсах и в разных направлениях, они, конечно, вот осветят. Я предполагаю все-таки, что мы будем проводить нашу секцию немножко по старому формату, а именно в виде докладов. Ну и если какие-то вопросы будут, а я надеюсь, что, конечно, у залов вопросы будут, ну, по крайней мере, я постараюсь, так сказать, по традиции подопострять малость, так, что, чего и куда, да, в некоторых деталях. Ведь вся проблема в деталях, и, как водится, весь черт именно там-то и, как водится, прячется, сверху вроде как хорошо, а когда начинаешь копаться – эй, тут не хватает, сами понимаем, а это вообще вот не понимаем, ну и так далее. Вот, и поэтому давайте пойдем по выступлениям. У нас их целых пять, и каждый подготовился, поэтому грех не послушать редких людей, которые здесь присутствуют. Спасибо им за то, что они согласились выступить. Ну и вот первый у нас вице-президент Академии Криптографии Андрей, да, Андрей Коваленко. Вот он, значит, тему искусственного интеллекта поднял, да и доверие к нему. Это вообще очень, так сказать, важнейшая штука, потому что в триаде информационной безопасности конфиденциальность целостности и доступность. А чего вот эта доступность? Там в искусственном интеллекте столько намешано, вот чат с ЖПТ, возьми его. Если ты его к себе возьмешь, в любой момент возьмешь, да и остановится. И что делать-то? А ты на нем уже какую-то систему ОСУ-ТП построил, не дай бог. Вот. Ну я думаю, что до такой глупости у нас дело не дойдет никогда, но тем не менее. Вот, Андрей Петрович, давай. Спасибо большое, Александр Павлович. Я по преподавательской привычке к трибунке пойду. Да пожалуйста, пожалуйста, конечно. Да это, кстати, правильно. Легче дышать стоя, и легкие открываются, поэтому преподаватели и все так. И с регламентом проще. Долго не простоишь, да. Ну ладно, ладно. Пожалуйста, можно первый слайд показать, наверное, да? Да, вот он. Сначала несколько слов про Академию. Академия последние пять лет наряду с своими традиционными задачами выполняет еще исследования в части цифровой экономики по федеральной программе. Эти исследования делятся на две группы, посвященные информационной безопасности. Здесь мы в основном обеспечиваем продвижение отечественных криптографических алгоритмов в экономических расчетах и ряд других, естественно, интересных тем, связанных с информационной безопасностью. И второе направление – это искусственный интеллект. Здесь много, как сказал Александр Павлович, открытых задач, в том числе, чем наш отечественный интеллект искусственный должен отличаться от зарубежного, несмотря на то, что все пользуются одними и теми же средствами. Ну, например, темы, связанные с дипфейками в плане следующего, 2024 года, у нас тема, которую мы сегодня уже обсуждали, связанная с подготовкой специалистов для Госсопки, их аккредитации, создание учебно-тренировочного центра НКЦКИ, ну и вообще создание всей системы подготовки кадров для этого направления, ну и ряд других тем. Ну и, естественно, уже в течение нескольких лет мы обсуждаем вопрос доверенного, проблемы доверенного искусственного интеллекта. Вот мой доклад будет немножко против ветра, потому что я буду говорить, почему нельзя использовать искусственный интеллект в ответственных вопросах. Я начну с некоторого философского подхода, даже не с философского, сначала формального. 15 февраля президент подписал указ, в котором вносятся изменения в стратегию развития искусственного интеллекта в Российской Федерации. Изменений по объему даже больше, чем в исходном документе. Там есть, конечно, чудесные перлы, авторам надо будет тоже шапку какую-нибудь подарить за это. Ну, например, что такое фундаментальная модель искусственного интеллекта? Это та, в которой больше миллиарда параметров. Вот, миллиард, видимо, какое-то волшебное число. Ну, закон всемирного тяготения содержит всего три параметра и одну. Значит, он в каком-то смысле не является фундаментальным, по крайней мере, по этому определению. Второе определение, что такое доверенный искусственный интеллект? Доверенный искусственный интеллект тот, который удовлетворяет требованиям безопасности. Мне нравится, очень конструктивно и ёмко. Но есть и полезные, конечно, вещи. И самое главное, указ есть указ, и нам его выполнять. Поэтому советую всем внимательно познакомиться с этим документом. Ну, вот про доверенный искусственный интеллект. Я сейчас следующий слайд переключу. Философский вопрос. Там же есть в этом указе разговор про сильный искусственный интеллект. Если вы помните, старый курс философии, который изучались ещё в высших учебных заведениях, было такое направление метафизики, механицизм. Среди апологетов его был Исаак Ньютон, кстати. После разработки основ дифференциального интегрального вычисления появилась идея, что всё можно описать формулами, вообще всю природу, и можно создать по существу искусственного человека. Ну, с искусственным человеком не очень получилось, кроме фантастических и всяких литературных произведений. А вот дифференциальное интегральное исчисление процветает и продолжает обеспечивать нас фундаментальными знаниями о природе. Так вот, я хочу подходить к этому вопросу с точки зрения диалектики, а именно материалистической диалектики, а именно природа познаваема, но бесконечна. Мы можем формировать своё представление о человеческом разуме сколь угодно глубоко, сколь угодно долго, но мы его, к сожалению, до конца так и не познаем. Поэтому путь в этом направлении полезен, им надо заниматься, но при этом понимать, что мы человека не создадим искусственного. И второй вопрос. Что такое модели искусственного интеллекта? Вот на слайде я привёл очень простое определение. Что бы ни говорили, какие бы модели ни рисовали, ничего, кроме как задачи аппроксимации таблично заданной функции, внутри этих механизмов нет. И не надо там быть особенно, что такое искать божественное. Вопрос, что за функция, что за таблица, как эти таблицы получить и как получить хорошую аппроксимацию, это вопрос тонкий, математический, и им, естественно, надо заниматься. Ну, следующие ошибки, уязвимости, свойственные моделям искусственного интеллекта. Тут вы прекрасно знаете и без меня, много раз видели. Вот они. Перечислена только часть из них, естественно, не полный список. И я не буду их комментировать. Всё и так понятно. Угрозы информационной безопасности, специфические для этих моделей. Ну, опять, вещи, в общем, совершенно понятные и не требуют какой-то сверхъестественной подготовки. Ну, вот одна из них, вот второй пункт, сейчас достаточно популярен с точки зрения, в том числе, федеративного обучения, как передавать. Можно ли передать большую обученную модель от одной организации к другой? Ну, вот похоже, что нельзя, потому что, учитывая огромный объём параметров, похоже, что обученная модель является сжатой обучающей выборкой. Пока совсем уж успехов не достигнуто в восстановлении обучающей выборки по обученной модели, но первые положительные результаты уже есть. Поэтому опасность в этом существует. Ну, и факторы доверия, о которых все пишут и все говорят. Ну, наличие обучающего набора. Понятно, что если задача ставится как статистическая, чем больше объём обучающей выборки, тем, соответственно, точнее будет оценка параметров стат-модели. Ну, вот я предлагаю допустить, что у нас с вами сколько угодно этой самой обучающей выборки. Конечно, это допущение абстрактное, но тем не менее. Второе. Наличие доверенного ПО. Ну, да, без доверия к тем программным средствам, которые мы используем, ни о каком доверии к общей системе речи быть не может. Ну, Аветисян сейчас занимается созданием соответствующей платформы. Но, с другой стороны, там тот же PyTorch или тот же Kiras там используется. Поэтому, что там внутри этих процедур, мы пока не очень понимаем. Наличие достаточного объёма вычислительных ресурсов. Да, все говорят, нам нужно много-много-много. Ну, допустим, у вас сколь угодно много. Ну, вот я здесь не привёл ещё один пример наличия высокоэффективного алгоритма оптимизации, который реализуется в каждой из моделей машинного обучения. Допустим, у вас совершенно замечательный алгоритм, который ищет вам, ну, допустим, глобальный экстрем. И вот последний пункт. Если у вас все предыдущие пункты выполнены, можно ли доверять той модели машинного обучения, которую вы построите с использованием тех ресурсов? Ответ – нет, нельзя. Потому что каждая модель, которую вы используете, это математическая модель, обладающая своими внутренними свойствами. И пока вы эти свойства не изучили и не поняли, что в этой модели так или не так, никакие вычислительные ресурсы и алгоритмы вам не помогут. Вот я попробую продемонстрировать это утверждение на двух детских примерах. Ну, если на детских примерах это убедительно, то на более сложных примерах это будет еще более убедительно, и поэтому, я думаю, достаточно детских примерчиков. Вот пример. Ну, я назвал это проблемой экстраполяции многослойного перцептрона. Вот пример решения задачи. У нас две спиральки. Спиральки состоят из синеньких и красненьких точек. Сеть, ну, вход два, два слоя по десять и один выходной слой, который отделяет синих от красных. Вот результат обучения этой модели. Ну, черные полоски – это как бы первый слой, который делит компакт, ну, или пространство, в которое реализована эта модель. Как видите, решение очень даже неплохое, красивое. Синенькие отделены от красненьких практически без ошибки. Там вот, где они смыкаются, там есть несколько точек, которые распознаны неправильно. А так вообще все решено правильно. И интернет заполнен такими решениями. И все обсуждают, как синие точки отделены от красных. Но почему-то никто не обсуждает, почему правый верхний угол весь красный, а нижний угол, ну, с кусочком красного, синий. Ведь если мы попадем в этот угол, мы получим решение красное. На основании чего это решение красное принято? Да на основании ничего. У нас там ничего не было. И результатом окраски этого угла является всего лишь продолжение той функции разделяющей поверхности, которая нами построена в соответствии с моделью вот этих вот спиралек. Но там ничего нет. А решение там есть красное. На основании чего мы это решение принимаем? На основании того, что наша модель так захотела сама. Если мы с вами попробуем различные другие варианты классификации тех же самых данных, мы получим то же самое решение, что синие отделены от красных, а в углу может оказаться все, что угодно. Более того, я уж не стал из-за отсутствия времени, если я добавлю вот в это красное поле синюю точку в режиме дообучения, то через несколько эпох этот угол станет синим. То есть одной инъекции достаточно, чтобы изменить принципиальное поведение этой модели в большой части пространства. То есть я могу все изменить. Если я делаю целенаправленно, ну тогда, значит, и доверия к этой модели нет никакого. Ну вот один из результатов, который мы будем дальше анонсировать, это подход, это даже не результат. Можно получить вот такое решение. Для этого необходимо в обучающую выборку добавить, ну скажем, суррогатную выборку, а именно равномерное распределение, заданное на компакте, с нулевой меткой. Эта нулевая метка заставляет наше решающее правило опуститься в район нуля. Ну то бишь вот это белое поле, это район нуля. И таким образом мы с вами можем получить решение более похожее на правду, нежели то, что видели раньше. То есть есть идея, которую мы будем дальше развивать путем изменения обучающей выборки. Но это изменение модели, а не всех предыдущих вопросов, связанных с оптимизацией, с наличием ресурсов или чего бы то ни было. А без этого, а без этого, между прочим, сейчас предлагаются все продакшн-решения. Никто не занимается исследованием поведения вашей модели за пределами обучающей выборки. А где пределы этой обучающей выборки, никто не знает, потому что по сложности это такая же сложная задача, как и отделение красных от синих. Вот без этого получается верить ни в коем случае, никаким решениям нельзя. Так, следующий пример. Ну вот мы попробовали взять и ту же самую идею добавления равномерно распределенного фона применить к другим методам машинного обучения, ну в частности это карт и их же буст. Достаточно, ну если не пририсован здесь случайный лес, но он даст ту же самую картинку. Ну вот посмотрите, наверху без фона, очень похоже на предыдущую картинку с перцептроном, а внизу с фоном. Ну, субъективно, мне нижняя картинка нравится больше, чем верхняя. По крайней мере она честнее, чем верхняя. Следующий пример, который я хочу привести, и тоже он детский, я сейчас его переключу, но прежде чем переключу, чтобы ваше внимание, так сказать, помните, есть классическая задача распознавания рукописных символов, на которые упражняются все сейчас системы искусственного интеллекта, связанные с изображением. Это как отличить там девятку от тройку, или распознать девятку среди всех остальных десяти рукописных символов. И есть классические задачи, связанные с изображением, как, наложив на картинку котика некий шум случайный, получить собачку. Ну, дальше примеров бесконечное число, там обезьяну превращают, не в человека, слава богу, а в панду, или наоборот, панду в обезьяну. И при этом говорят, что чтобы вычислить этот самый фон, нужно проанализировать ту нейросеть, которая решает задачу, по градиентам построить соответствующие пикселы, накладываемые на фон, и тогда мы получим из котика собачку. Вот я вам сейчас приведу другой пример. Ну вот, посмотрите, левая картинка, девятка. Сеть тривиальная, 784 пиксела на входе, потом 10 нейронов, второй слой, и 10 нейронов, которые распознают символы. Сеть обучилась достаточно быстро, вероятность ошибки 0,95, то есть, в общем, это хороший пример. Ну вот вы видите результат распознавания девятки. Вот этот желтенький столбик, это как раз значение этой самой девятки на выходе из нейросети. Теперь мы ставим следующую задачу. Я хочу, чтобы эту тройку, чтобы символ тройка, который тоже распознается как тройка, сеть распознала как девятку. Значит, задача решается, вообще говоря, тривиально. У нас преобразование, это матрица. Матрица имеет 784 переменных и 10 уравнений. 10 уравнений – это размер выходного слоя, или как называют, эмбеддинг. Значит, я рисую линейные уравнения, систему линейных уравнений, имею 10 базисных переменных, которые мне нужны, нужно вычислить, а все остальные я могу задать как свободные. Я их задаю так, как у девятки, извините, у тройки. Эти самые, видите, вот они точечками такими беленькими обозначены на картинке, это те самые базисные, которые я вычислил, и моя тройка стала стопроцентной девяткой. Ведь мне надо всего 10 пикселов из 780 поменять, и я получу любую картинку, какую хотите. Любую. Здесь есть одна хитрость. Вот эти самые значения, беленькие точки, они выходят за пределы диапазона от 0 до 255, которые есть в описании модели. Ну, это градации серого на картинке. Если я имею доступ к матрице, не картинку предъявляю фальшивую, а матрицу меняю, то достаточно это поменять. А если мне требуется предъявить картинку, чтобы тройка стала девяткой, смотрите следующий результат. Там решается обычная квадратичная задача оптимизации, причем это школьный пример, это не подогнанное, просто взяли, какой получился, первый попавшийся и показывают. И вот эта тройка, чуть-чуть рябенькая, стала девяткой. Это не связано с сетью. Единственное, я должен знать матрицу, конечно, чтобы это построить, но я не анализирую никакие градиенты, ничего, я могу сюда опять-таки впихнуть любую картинку. И она станет законной девяткой. Ну и, наконец, третий, более сложный пример, как из лошади сделать грузовик. Ну, получилось более пестрое, конечно, можно было расположить эти пятнышки где-нибудь по периферии, размазать, чтобы они не так сильно портили лошадь, но лошадь, распознанная или видимая лошадь, стала грузовиком. Это всего лишь два примера, когда, анализируя саму модель, мы можем доказать, что доверять ей, в принципе, нельзя без каких-то дополнительных проверок входного сигнала. А если мы проверяем входной сигнал, ну, тогда мы должны уметь его отличить от фальшивого, ну, вот по существу опять мы возвращаемся к исходной задаче. Ну и, наконец, что делать? Первое, ну, не доверять черным ящикам. Это значит не доверять практически всем моделям машинного обучения, которые есть сейчас. Второе, исследовать свойства тех самых математических функций, которые реализуются этими моделями машинного обучения. Ну, это сложная задача, все говорят, это сложно, мы не понимаем, ну, значит, и не надо доверять тому, что вы делаете. Ну, за исключением тех примеров, когда мы занимаемся рисунками, генерируем музыку там, в общем, совершенно безопасные развлечения детские. Ну и третье, единственное, что нам остается, как и в стандартах функциональной безопасности, нам нужно разрабатывать адекватные стат-модели, и на этих стат-моделях законными, общепринятыми средствами доказывать, что то, что мы предлагаем, может иметь какую-то долю доверия. Спасибо за внимание. Я хотел бы только еще добавить, что вообще вот это очень красивое и очень интересное выступление. Оно, так сказать, не в бровь, а в глаз прямо, так сказать, бьет этот самый вот этот нейросетевой подход. А сейчас, кстати, направо и налево интуитивно, особенно молодежь, она под искусственным интеллектом понимает нейронную сеть. На самом деле, нейронная сеть. На самом деле, это неправильно. Это количество методов и моделей гораздо шире. Это неправильно. Некоторые забыты совершенно не... Но, к сожалению, это бытует. А, значит, тут вот специально подобранная инъекция, она вот, так сказать, все губит. Между прочим, это достаточно в математике известный эффект. Если вы посмотрите проверенные комбинации, линейные коды проверки целостности пакета, они же настроены на случайные изменения. А если вы хотите целенаправленно его подправить, то опять система линейных уравнений течет из 20-50 переменных. И вот вам, пожалуйста, пакет уже, так сказать, будет принят за свой, хотя он на самом деле не свой. Потому что все было настроено на другое, на случайные изменения. На какие-то случайные, не пойми какие. Ну, а здесь вот видите, как любое целенаправленное воздействие прибудет вот к таким эффектам. Так что спасибо. Я думаю, что это наряду с тем, что еще нужно иметь собственную нейросеть. Вы знаете, что все ведь пишут нейросети на Питоне, там уже все готово. А кто-нибудь проверял библиотеку Питона? Нет, не проверял. Вот, поэтому чего там пишут, и что получается, вы знаете, одному богу известно. А Венесян вроде бы взялся писать и вроде обещал написать. Он взялся проверять, но не писать. А, нет, понимаешь? Если я хочу запихнуть в код то, чтобы никто не нашел, то всякими методами так называемой обфуркации, я туда его таки запихну, и вероятность найти его становится крайне-крайне малой. В коде объемом больше, чем там 150-200 строк. А уж я не говорю про тысячу строк. Понимаете? Поэтому, и это известнейший факт у программистов. Поэтому надо писать самим. Я вот все пропагандирую. Ребята, давайте напишем свою нейросеть. Русскую нейросеть. Российскую нейросеть. Которая бы была, так сказать, натурально выверена. Вот это и есть импортозамещение. Так что спасибо. Давайте перейдем к следующей теме. Она очень сильно и хорошо корреспондируется с предыдущим выступлением. Это у Алексея Владимировича Петухова, руководителя отдела по развитию продуктов Инфовочь. Способ простых, в кавычках, решений в информационной безопасности. Вот эти вот простые решения, это вот как здесь тоже. Просто взяли эту самую сеть, нейронную, и получили. Вот, просто и получили. Не бывает простых решений. Бывает только в кавычках. Пожалуйста. Да. Добрый день, коллеги. Я действительно постарался свой доклад сделать в рамках и киберустойчивости, и импортозамещения. Так как тема очень большая, я решил ее сузить и посмотреть, можно ли сделать киберустойчивую и импортозамещенную систему на базе ИБС УТП. И также я как раз хотел сказать, что вот простые решения, понимается то, что когда хочешь прийти к цели, сделать 100 шагов, там важно сделать первый и последующий. И в принципе, если все разбито на простые шаги, возможно это и получится. Итак, с чего хотелось бы начать и просто немного проговорить про ситуацию, в которой мы находимся. Недавно, в начале этого года, компания NX1 Networks выпустила отчет о том, как в 2023 году опросили 400 промышленных компаний про то, как у них интегрируются производственные и корпоративные системы. Производственные системы здесь называются Operation Technologies, ОТ. И соответственно, отчет показал, что в компаниях, здесь нет России, но я считаю, что выборку можно применять к России текущей или в ближайшем будущем все равно, которые так или иначе сети будут интегрировать. И если даже у компании сейчас нет интеграции, то стоит над этим задуматься и эту выборку к себе применить. Так вот, 76% компаний используют интеграцию корпоративной промышленной сети. И если брать их анализ по кибератакам за 2023 год, то, соответственно, порядка 97% атак переходили из корпоративной сети в промышленную. И стоит отметить, что из этих атак 47% были относились к вымогателям, то есть то, что потенциально могло достаточно серьезно нарушить, так называемую, устойчивость системы этой программы вымогателей. Что делать? Соответственно, наша задача в рамках этого проекта создать защищенную систему, которая будет и импортонезависима, это как постановка целей, и выполнять требования регуляторов, и при этом достаточно эффективно, чтобы вот эти вот процессы противодействовать разному действию. Я, честно говоря, сторонник того, что несмотря на эти угрозы, их надо знать, к ним надо готовиться, и системы надо все-таки интегрировать и не останавливать бизнес и идти дальше, просто вопрос СБ должен быть более сильно проработан. Как его проработать? Приступаем к этим простым шагам. В принципе, мы все достаточно хорошо знаем системы управления зрелостью, точнее, мы часто хорошо знаем нормативные акты и рекомендации, которые есть у регуляторов, но в целом есть еще и ряд международных и российских стандартов, которые, в принципе, определяют, как это можно делать. По большому счету, очевидно, что ни одна компания, даже если резко увеличит бюджет ЭБ и дадут много-много людей, она за короткий период времени не сможет построить эффективную систему защиты, потому что для того, чтобы стать устойчивым и работоспособным, надо это делать постепенно. Поэтому любая компания, можете там найти вашу, если она, можно ее градировать так или иначе на блоке, то есть когда совсем нет ЭБ, когда ЭБ выполняется сотрудником, просто потому что он что-то понимает в меру своего кругозора, потом, когда ЭБ, в принципе, уже делается, как некоторая система, и в любом вопросе она поднимается, потом это уже систематизировано, она оформлена и более проработана, потом это идет, как уже система, измеряемая метриками и повышающая эффективность, и с этого момента, я считаю, что уже можно интегрировать корпоративные промышленные сети, и дальше это уже система, которая постоянно улучшает свою эффективность. Как это можно приложить на российский лад, и как вот говорить про безопасность промышленного сегмента в нашей части? Я считаю, что это может сделать в виде таких четырех ступеней. То есть первое, это, конечно, выполнение рекомендаций, регуляторов стеков, ФСБ, которые сейчас есть. На сегодняшний день на все документы можно смотреть с двух сторон. Как некоторый формальный комплант, с чего надо соответствовать, и второй о том, как к этому подходить, чтобы обезопасить себя фактически. Вот если смотреть по второму формату, то существующие регламенты и документы, они достаточно хорошо описывают, то на что надо обращать внимание, какие вопросы должны быть, какие процедуры должны быть. Выполняя это, можно действительно уже прийти к определенному уровню, такому третьему, который я показывал раньше, когда у вас все защищено, и в принципе есть уже что оптимизировать. Второе, это когда вы должны это все интегрировать и заняться управлением и реагированием, потому что чаще всего компании вкладывают деньги в то, чтобы купить средства, которые будут защищать. Но ИБ вообще это круглосуточная функция, то есть там должно быть много народу, круглосуточный контроль, и чаще всего не во всех проектах дается столько еще ресурсов человечества, в том числе для того, чтобы обеспечивать реагирование управления, здесь нужны инструменты тоже. Следующий этап, когда вы уже наладили на простом, можно переходить к эшелонированной защите, я все пункты чуть попозже еще раскрою. И когда у вас уже построена хорошая эшелонированная защита, интегрированная в систему управления, то можно уже заниматься повышением эффективности работы с людьми и процессами. Сразу скажу, я как представитель компании не мог не использовать там наши логотипы, название продуктов и все остальное, но сама мысль остается следующей. Значит, для выполнения базового мера, а если мы говорим прозрелось, то объекты ИКИ, которые мы категорируем по 187 ФЗ, относящимся к защите промышленных систем, там самые, ну, есть объекты без категории, но самая низкая третья. Так вот, давайте рассматривать третью, как некоторую базис создания информационной безопасности, на базе которого можно будет о том развиваться. Вот в этой парадигме третья категория, она говорит о том, что в принципе поставьте антивирус между собой кран в систему обнаружения вторжений, защитите рабочую станцию, собирайте эти данные, наладьте процесс вокруг этого, и у вас все будет работать. Я здесь хочу привести пример на примере антивируса. То есть, вот, как в зависимости от зрелости компании для повышения и устойчивости, что такое внедрение антивируса? Внедрение антивируса, когда просто ставится один софт, это, ну, как бы, трата денег с определенным уровнем эффективности. Когда события с антивируса приходят интерактивно, есть человек, который их наблюдает, который обновляет базы, там, и базы онлайн обновляются, это уже значительно более высокий уровень защиты, но при этом и значительно более высокие инвестиции, потому что, получается, к этой рабочей станции надо подвести сети, надо посадить человека, который будет работать. И, по большому счету, разница между компаниями, которые подходят к вопросу обеспечения информационной безопасности, вот, ну, на развертстве она разная. То есть, для кого-то обеспечить антивирусную защиту, это потратить определенное число денег на то, чтобы купить просто антивирус, а для кого-то это создать целую систему. Вот, соответственно, база в уровне, это хотя бы создание всех этих компонентов и подключение их к некоторому единому центру мониторинга. Дальше как раз начинается самое интересное. Как только компании понимают, что они проинвестировали там или создали систему безопасности, купив просто продукты, то они по-хорошему со временем все равно приходят к тому, что эти инциденты надо собирать, обрабатывать, а это уже появление более сложных систем. И здесь надо сказать, что компании, которые там находятся сейчас в середине зрелости или на более ранних этапах, что внедрение всего сразу не даст эффекта. То есть, по большому счету, для того, чтобы отработать любой процесс, лучше всего внедрить просто межсетивый кран, научиться его настраивать, получать с него события, реагировать с другими функциями, получать информацию, которую вы можете передавать в другую функцию, получать информацию для расследования инцидентов, научиться управлять системой, условно, из трех компонентов защиты или какого-то небольшого числа. И дальше, по большому счету, уже переходить к эшелонированной защите. Эшелонированная защита это уже в том числе более глубокая настройка правил обнаружения вторжений, песочниц, каких-то других продуктов, более серьезная настройка антивируса по компонентам, внедрение белых списков правил или еще чего-то. И, соответственно, эшелонированная защита требует уже, по сути, чтобы предприятия были готовы как ресурс, на сочетание людей, технологий, которые обеспечивают все эти взаимодействия к тому, чтобы такие системы внедрялись. Дальше, когда все это есть, я опять хотел подсветить, что есть прекрасные стандарты. Я два раза ссылаюсь на ИСОМЭК. Там вообще много документов, но я просто как примеры. Которые уже описывают, как с работающей системой и набором функций можно работать с точки зрения управления рисками, оптимизации эксплуатации и повышения эффективности. Условно, как можно подобрать критерии для управления, метрики. И, по большому счету, получается сам по себе процесс построения устойчивой импортозамещенной системы, он возможен. То есть, это большой процесс. Он требует, чтобы люди и компании вовлекались в это. Но я уверен, что если мы берем какую-то конкретную задачу, например, защиту промышленной системы, то используя российские компоненты, а по большому счету большая часть именно компонентов, находящихся для защиты промышленных объектов, они есть, они российские, там используются, там нет технологии искусственного интеллекта, по крайней мере, в определенном объеме. И при простых шагах, то есть, когда вы понимаете, что вы реально можете снилить свое текущее состояние, вы понимаете, к чему прийти, и бизнес, и вы понимаете необходимые ресурсы, то путем такого взаимодействия можно создать импортозамещенную киберустойчивую систему в промышленности. Вот, готов это пообсуждать. Спасибо. Спасибо. Ну, давайте поаплодируем. Я хочу сказать, что вот тут было приведено 12 законодательных актов с продолжением ИТД. Ну, вот это ИТД еще очень длинное, поэтому вот простое решение, которое будет удовлетворять этим ИТД, в том числе, кроме 12 законодательных актов, вот вам и простое решение. Вот почему кавычки-то стоят в этом самом, в названии доклада. Поэтому это наше дело бесконечно, но брак и коварен. Огонь. Спасибо. Но я просто прям хотел сказать, что все-таки, если посмотреть вот на все эти нормативы, ну, как бы, те перечисленные документы, они на самом деле все равно взаимовязаны между собой, и многие даже дораскрывают другие. И поэтому, если у вас есть дорожная карта понимания, как это делать, то все возможно. Я... Спасибо. Немножко уже прижались по времени, поэтому я начинаю гнать. Андрей Петрович, ты что, хотел спросить? А, ладно, хорошо. Ну, поэтому я свой доклад немножечко сожму. Ну, раз все выходят, я тоже выйду. Пожалуйста, поставьте там модель. Ну, все мы живем в моделях, и вот об этом уже неоднократно говорилось. Много. Конечно. Ладно, ну, лучше так. Значит. Давайте сразу же о следующем. Центр охотноустойчивости. Вот. Ну, я не буду читать все эти тезисы, так? Уже тут все написано. Хочу остановиться только на двух. Это вот на том, что... Как моделировать систему? Ведь все начинают... Ну, по своему опыту знаю, когда приходишь в новую структуру и начинаешь смотреть эту структуру, первое, чего спрашиваешь, а как вообще, чего защищать-то надо? И вот тут же быстро выясняется, что нигде нет такой вот схемы, которая бы на доске там или наглядно показывала всю систему. В лучшем случае, ну, у нас там 400 прикладных процессов, значит, и там это там 25, 27, 37 компонент. Ну, как их, типа, изобразишь? Ну, вот, мне некоторый смысл. Вот я тут три привел уровня изображения, потому что, собственно, идея этой модели заключается в том, чтобы огромное многообразие сжать и до обозримого представления. Вот. Поэтому, значит, одновременно модель должна давать некую возможность, кроме того, чтобы обозреть, сделать выводы. Выводы, а именно, на что, так сказать, в конце концов, устойчивость направлена, значит, на устойчивость. Тогда давайте смотреть, а что такое устойчивость? Ну, вот можно, в частности, выделить четыре, вот самый последний тезис, четыре, значит, уровня. Это работоспособность, достаточная работоспособность, минимальная, необходимая, ну, и катастрофа. Вот. Если вот можно, так сказать, все это разделить, и в модели это как-то были, то это большое достижение. Вы знаете, честно скажу, мне еще никогда этого не удавалось. Следующее. Значит, вот все, многие считают, что вот я сейчас буду там рассказывать, как моделировать, значит, там, проникновение и так далее. Нет. Давайте лучше подумаем, как мы будем организовывать тестирование на проникновение. И сколько здесь, так сказать, подводных, не ко мне, а валунов. Вчера, в выступлении Ивана, в частности, было сказано, что вот мы возьмем, мы там выдадим такие замечательные там требования, и, значит, такие вообще, эти самые там, такую социальную инженерию, что все упадут. Да, упадут, только что потом будет. поэтому, вот, значит, хотелось бы, вот из возможных целей тестирования со стороны владельца, выделить, ну, в первую очередь, вот, пункт В, это анализ естественной устойчивости при непреднамеренных действиях персонала, то есть, когда он просто вот работает. Вы знаете, когда мы впервые пришли в администрацию президента, это было еще в прошлом веке, значит, и поставили им некую, систему защиты информации, в которую сгоряча воткнули три пароля. Ну, все, значит, так, потом приходим как-то, однажды с проверкой смотрим, боже, все три пароля справа фломастером на компьютере прямо написаны так четко и понятно, чтобы, так сказать, не было. Ну, вот пришлось после этого, так сказать, все это менять. Вот, и поэтому, значит, с одной стороны, ты хочешь сделать как можно лучше, а с другой стороны, получается как всегда. Вот, поэтому, вот тут пункт есть такой маленький, согласование плана тестирования и фиксация достигнутых результатов. Кажется, что это очень простая вещь. Ну, как фиксировать результат? А как его фиксировать? Вот результат проникновения. Вот, мы, мы когда тестировали систему ФНС на проникновение, то очень долго договаривались с администрацией, с руководителем ФНС, нынешним премьером, вот, значит, как вот, как, как это вот изобразить. Ну, в конце концов договорились поставить три звездочки на сайте, там, в одном углу, чтобы вот там вот, если будет, то, значит, прошли. Нет, значит, нет. Ну, и, конечно, что? Ну, конечно, прошли. А спорты как? Социальный инженер. Сейчас немножко попозже с социальной инженерией. Вот. Способы, вот, моделирование способов добычи, да, и воздействия, и дополнительной информации. Ведь можно же из разных условий начинать от тестирования. Из каких? Что дать информации тестировщику? Ничего не дать. Или дать некие представления. Или он сам знает, чего нужно. Вот. Ну, вот, здесь очень важно ни в коем случае не выйти, значит, за пределы, законы на нарушение тайны переписки и телефонных переговоров. Вот они здесь опроведены, несколько статей. И это не шутка на самом деле. Понимаете? Вот, выдавать эти сведения, или их использовать даже при тестировании, это вещь очень и очень неприятная. Вот. Лучше всего действовать по очень простому способу. Ты составил примерно план тестирования, потом, значит, как будешь ловить рыбку, как будешь осуществлять фижин, так, и с этим идешь к руководству. Чтобы оно, это дело сверху утвердило этой самой фирмы, и потом с утвержденным ты уже спокойно начинаешь работать. Но это все равно вас не особенно спасет, если вы не добьетесь понимания от руководства, что, прямо скажу, добиться крайне сложно. Вот. Потом, значит, вот, дальше вы обычно что делаете? Строите модель действующего, ныне, хакера. То есть, вот эти самые сегодня обсуждавшиеся на первом заседании, значит, песочницы или, так сказать, киберполигоны, вот, в некотором смысле, это модель действующего хакера, внутреннего или внешнего. Вот. И теперь возникает только один вопрос. А в какой степени помогает вот эта модель нам, нарушитель АЦТЭК? Ведь надо же на что-то ссылаться. А у нас есть модель? Модель устойчивости. Вообще с устойчивостью дело плохо, на самом деле, обстоит. Требований по устойчивости мало, если не сказать, что их нет вообще. Так. А по киберустойчивости, это вообще непонятно, что такое. А если вы не можете сослаться на законодательный акт, то всегда у вас руководство спрашивает, что ты пристал к нам с этим? Ну, ведь работает же система. И работает. Я могу привести одну важнейшую систему импортного производства. Не хочу говорить, потому что она там на одном острове, вот, на очень большом. Вот она работает, работает. Не трогай, говорят, не трогай ни в коем случае. Ну, вот, вот, значит, она работает. Ну, слава Богу. Дай Бог, чтобы и дальше работала. Следующий. Это оценка защищенности и надежды. Вот мы по криптомеханизмам тоже здесь проходились. Неоднократно уповают на криптографию, что она обеспечивает. На самом деле, что она обеспечивает? Ну, кроме конфиденциальности и целостности, до которой все доступны. Вот в какой степени на доступность влияет криптография? Если криптография защищает и не дает возможность изменения управляющего канала, то это, конечно, важная функция криптографии. Но если вы этот канал перерубили топором, то чего? То все, функция управления утрачивается. Поэтому, ну, или там, вирусом отрубили, какая разница? Вот. Значит, теперь что же моделировать? Вот здесь в конце три способа. Моделирование признания, нелегитимные подписи и так далее, вплоть до моделирования обхода биометрического барьера. Ну, вы знаете, когда вот, где-то в прошлом году, или даже в позапрошлом, по-моему, я еще при инерции, значит, мы выезжали за границу, то при прохождении границы там у пограничника, значит, есть автоматическая система, которая тебя пропускает. Правда, в конце все-таки пограничник, на всякий случай ты сиди, ты смотришь за этим, за всем. Вот. Ну, я хочу сказать, что вот на уже более поздней конференции в МГУ показывали, значит, механическую голову. Великолепно, великолепно. Ничем не отличается от обычной. Я даже на телефон снял. Ну, так что на телефоне вообще ничем не отличается. Так что вот моделирование обхода биометрического барьера, на самом деле, это вообще с биометрией надо быть крайне аккуратным, особенно в смысле применения ее для системы АСУ-ТП. А сейчас так и норовят, чтобы она вот так, если принимала решение автоматически, допускать тебя, не допускать тебя. Ну, на самом деле же и маска известная, да просто механическая голова. Уж я не говорю там о способах типа фотографии оживить. Дальше двигаемся. Вот все-таки, что такое оценка киберустойчивости? На самом деле, это ведь моделирование будущего нападения. Понимаете, не того, что сейчас, не того, что мы знаем, а будущее. Вот угадать будущее, это, пожалуй, самая большая проблема. Но, между прочим, некоторый опыт в этом направлении есть. В криптографии это так и делается. То есть, вначале оценивается на перспективу, какие могут быть мощности и идеи у противника. И вот в этих мощностях и идеях пересчитывается стойкость того или иного. И если вы слышали такие открытые заявления о том, что вот там на 50-100 информации, зашифрованная с помощью нашего ГАСТа, будет еще стойка там 50 или там 100 лет, да? Ну, вот это как раз и есть тот самый прогноз, который основан на самом деле на глубоком научно-техническом анализе. Ну и среди вот этого, конечно, хочется остановиться на некоторых вот таких вот, что ли, горячих вещах. Это квартовые системы вычислений. Вот будут они представлять угрозу для парольных систем с хранениями значениями хеш-функций? Ну, непонятно, да? Но пока их нет на самом деле. Или подмена элементов прикладного программного обеспечения для системы с контролем целостности на хеш-функциях. В результате, если это можно будет делать, так будет работать. Ну, пока оценки по квантовым вычислителям таковы, что супервычислителя, который бы был универсальный, нет. Есть только отдельные устройства, которые, правда, и имеют большое количество кубитов, но решают одну или две ограниченные конкретные задачи. Вот похоже сейчас и вырисовывается вот именно такое применение этих самых квантовых технологий. Теперь, вот, и заключительно. Как часто надо проводить тестирование компьютерных систем на проникновение и устойчивость? Вот это вопрос. Как часто? Раз в год, раз в два года, раз в пять лет. Это нужно задать себе, этот вопрос пропоргазировать, но все равно придется договариваться с руководством, как часто оно тебе будет выделять деньги. И будет ли оно тебе выделять деньги на это тестирование, которое может стоить и пять, и больше миллионов, в зависимости от объема системы. Ну и в заключение. Моделирование массово некорпоративного пользователя. Мы все время про устойчивость до сих пор говорили фактически про корпоративную систему. А про массового пользователя. Про массового пользователя. Ведь смотрите, как сейчас организуется, давайте будем откровенны, как организуется тестировщиками Дидос Атака. Когда в Дидос Атаке участвует десяток, а то и сотня тысяч компьютеров для тестирования. Откуда они взялись? А взялись и неизвестно у кого. Есть определенные, так сказать, ребята, которые распихали по нашим с вами компьютерам этих самых ботов. И их могут активизировать. Да, на короткое время, чтобы мы не особенно обижались на то, что у нас компьютер работает на дядю. Но тем не менее. И вот оттуда это и организуется вот такого сорта атаки. А почему это происходит? Потому что обычный пользователь вообще никак не защищен. Его устойчивость нулевая. А мы вот в этих компьютерах храним свои банковские системы и так далее. Меня очень часто спрашивают. Скажи, пожалуйста, вот я там свой электронный банкинг храню в телефоне. Я говорю, зачем ты это делаешь? Ну заведи отдельный, хоть маленький, но отдельный телефончик на отдельном этом самом, чтобы он у тебя был. Ну это как-то вот я же запутаюсь. Ну правильно. Если человек не будет думать о безопасности, он так и будет, так сказать, в этом деле пребывать. Но, к сожалению, это вот та проблема, с которой у нас пока что даже и бороться не начали. Это защита целостности массового пользователя. Есть определенные инструменты, но все эти инструменты работоспособны при выполнении многих-многих правил. А пользователь, он выполнять правила не желает. Он хочет делать на компьютере все, что хочешь. Ну а как вы знаете, система, в которой можно делать все, что хочешь, она совершенно небезопасна. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Следующая, значит, следующая тема. Сейчас я посмотрю. Так, следующая тема у нас такая. Игорь Станиславович Ашманов, прошу. Значит, тема у нас такая. Информационные технологии. Технологии информационной безопасности. Здравствуйте. Ну это просто, я не дал вовремя название доклада, написали максимально общее. Значит, я хотел тоже сказать пару слов про искусственный интеллект. Ну, Андрей Петрович уже на самом деле полностью тему закрыл. Нет, это тем бесконечно. Это тем бесконечно. Вот, и про вот про инъекции там, и про возможность компрометации искусственного интеллекта я говорить не буду. А поскольку я еще там член Совета по правам человека, и наблюдаю это с этой стороны, то, что мы там пытаемся цифровой кодекс, наконец, принять. Мы уже написали концепцию защиты прав граждан в цифровой среде по поручению президента. То я смотрю на это со стороны, во-первых, разработчика. Я последние 35 лет только искусственным интеллектом занимаюсь. А во-вторых, со стороны попыток это все ограничить безумие. Ну, почему такая истерика, мы, наверное, все понимаем. Значит, в области искусственного интеллекта пузырей было, наверное, штук пять. Я застал три с 83-го года примерно. Последний пузырь на наших глазах надувается, но начался он, соответственно, в 10-м, 12-м году, когда сошлись три фактора, придумали глубокие нейронные сети, появилось много карточек графических, которые позволяют эти матрицы. Там, конечно, нет никаких нейронов, это, понятно, маркетинговое название. Там есть матрицы, как уже здесь говорили, таблицы чисел. И появилось много данных, вот эти три фактора из интернета сошлись и начали решать задачи, которые еще за два года до этого, например, распознать котика на фотографии, не решались никак. Я пытался заказывать это лаборатории компьютерного зрения в Нижнем Новгороде, распознавание объектов за год до этого всего, но они не брались. Это лаборатория Интела, которая была передовая. Ну и так далее. То есть, вообще говоря, взрыв произошел, он поражает воображение, и это привело, как мы понимаем, к этой всем известной кривой. Это кривая хайпа, не кривая развития технологии, кривая хайпа, известная кривая Гартнера. Мы сейчас в области искусственного интеллекта находимся на самом верху. И вот эта история, что некие люди ногой открывают дверь к самому высокому начальству, и потом выходят указы с абсолютно часто бредовыми элементами, это вот результат вот этого хайпа. Есть люди, которые на хайпе поднимаются, захватывают дискурс и все такое. Это мы все видим непосредственно. Нам еще предстоит упасть в эту пропасть разочарования, но пока на хайпе происходит накрутка такая, которую мы уже видели. Мы же видели это все с блокчейном. Значит, я наблюдал сцену совершенно умилительную, когда на каком-то важном заседании чиновники между собой переговаривались, как бы им незаметно вычеркнуть блокчейн, потому что они два года назад его вписали, и как его, естественно, ничего не сделано, применить его не удалось, и надо вычеркнуть, чтобы начальник во главе стола не заметил. Вот это реальная у них проблема, потому что тогда навписывали везде блокчейн, сейчас везде навписывали, естественно, искусственный интеллект. Вот. Значит, происходит принудительное внедрение, да, это пузырь, там понаписана программа, все регионов требуют, а потом вице-премьеры отчитываются о проценте внедрения искусственного интеллекта, хотя вообще непонятно, что это означает. Вот. Мы это все видим. Это чисто медийный феномен. Но многие те, кто докладывают, они и медийщики по природе своей. Вот. И там прямо рейтинги губернаторов уже пересчитывают с точки зрения, внедрил ли он искусственный интеллект. Ну, вообще есть рейтинг цифровизации, а плюс еще вот искусственный интеллект туда попал. Дальше, значит, происходит истерика вокруг генеративных моделей. Этот пузырь возник вообще год назад, да, чуть-чуть раньше. Вот. И, значит, там есть, ну, я просто, я иногда собираю такой совет по искусственному интеллекту, неформально, это пивная вечеринка с самыми крутыми парнями в стране. Ну, там, условно говоря, люди, которые там руководили поиском Яндекса, или руководят, там, кем-нибудь, там, Алиэкспресс, да, там, технические люди, или главный по искусственному интеллекту из Mail.ru и так далее. Это, чего мои приятели, мы их всех знаем, потому что все вместе всегда работали, вот. И мы там просто обсуждаем. Значит, я им сказал, что вот с моей точки зрения, вот там, с прошлого года, там, вот, когда вдруг выкатил, OpenAI выкатил, значит, чат GPT, произошла такая история, история, что люди, которые здесь у нас рассказывали, что у них все круто, очень, очень круто с искусственным интеллектом, у них началась истерика, потому что у них этого нет. Они начали звонить своему главному технарю, техническому директору, там, главному по искусственному интеллекту, почему я тебе все дал, у тебя все есть, почему ты не сделал? Меня может начальник спросить. И мне ребята эти за пивом говорят, ну, вот, ты не поверишь. Потому что, когда ему сказали, сейчас все будет, спокойно, сейчас все будет, он, естественно, как, не знаю, видели, наверное, мультик, качел в Шреке, начал звонить каждые полчаса, уже сделали, уже сделали, уже сделали, вот. И они мне говорят, что ты не поверишь, мы сейчас здесь сидим, а звонки продолжаются, уже там, не первый месяц. Вот, и потом кто-то спрашивал там, а отстает ли у нас искусственный интеллект, значит, от западного, все. И там кто-то сказал, да я разговаривал, тоже высокий, все, там, уровни министра. Мы отстаем, в лучшем случае, на 3-4 месяца. Но это же и есть 3-4 месяца, когда цельно тянутую модель выдают за свою. Вот за это время ее можно адаптировать, да. И потом сказать, нет, вот у нас есть. Вот, это, конечно, процесс излучайно разрушительный и вредный. Значит, у нас про киберустойчивость, значит, ну, про это уже сейчас вот прямо все объяснил, Андрей Петрович, но, значит, это, я еще раз повторю, что это черный ящик даже для разработчиков. Они на самом деле смотрят на эту штуку, не понимая, почему оно так загнулось на этих данных. Они просто меняют данные и строят гипотезы. А вот если поменять, а если так, то есть, ну, потому что давно уже, много лет, систему искусственного интеллекта нельзя пройти в отладчики. Там миллионы операций, которые никакого времени Вселенной не хватит, чтобы их глазами посмотреть. Значит, там происходит что-то, мы не знаем что. Разработчик имеет модель некую в голове. Вот. Естественно, есть огромное количество данных за пределами модели, на которых ее не обучали. Там тоже нельзя на них протестировать. На новых данных тоже обязательно происходят галлюцинации. Вот. И так далее. Вот. Ну, есть комитет 64, да, который должен, Гарбук должен там написать нам, типа, требования к искусственному интеллекту доверенным. Это не сделано. Там идет работа, но, скорее всего, никаких требований, которые приведут к созданию индустрии, индустрии, как бы, ну, не индустрии, а института, аудита, искусственного интеллекта, там не произойдет. А ведь вообще, ну, зрелость отрасли можно оценивать по тому, есть ли там институт независимой экспертизы. Вот этого института, и мне кажется, у нас даже в... Просто инфобезопасности этого института в общем нет. Вот сейчас я участвовал несколько раз в борьбе Хинштейна с Ассоциацией больших данных в Госдуме, и там их пытаются нагнуть на штрафы, ну, то есть принять закон о больших оборотных штрафах за утечки. И там идет разговор о том, что, а давайте мы создадим какой-то механизм, при котором мы выполняем обязательные требования по защите персональных данных, и нам тогда эти штрафы скачивают там, дают скидку. Хинштейн там пришел в ярость, ну, это там было собрание и Совета Федерации, и Госдумы, там сидела Рукавишникова, сенатор, и вот Хинштейн. Он пришел в ярость и говорит, вы что пришли тут торговаться, что ли? У вас украли сотни миллионов записей, там, десятки или сотни миллиардов рублей у наших граждан. Мы с вами не торгуемся, мы вас наказываем. Но в любом случае там идет речь о том, что нужны какие-то требования, выполнив которые, ну, технический директор, или, поскольку это все уже и к уголовке тоже, там пытаются ввести же уголовную ответственность за утечку, значит, халатность возникает. То есть, это же и гендиректор крупных компаний начинает нервничать. Вот мы хотим ввести какие-то понятия там аудита, причем этот аудит должен быть не внутренней компанией своей, а какие-то внешние, да? И вот если ты его выполнил, то там еще совокупная ответственность должна быть, аудитора с самой компанией, ну и так далее. Вот удастся ли это все сделать? Это все обсуждается. Но закон об уголовной ответственности, о больших оборотных штрафах за утечки сейчас застрял на первом чтении. Он принялся в первом чтении. Слава Богу, слава Богу. Не-не, его примут, его примут, конечно. И там сейчас идет борьба с Ассоциацией больших данных, но, вы извините, Ассоциация больших данных, это абсолютно безнравственные люди, просто барыги, да? Которые пытаются вообще отмотаться от любой ответственности. Они реально потеряли, вот только за прошлый год 500 миллионов записей персональных. Это же они потеряли. Они рассказывают, что это внешние хакеры, но это же неправда, да? Это все было продано инсайдерами. Но это отдельная тема. Короче говоря, ни аудита, ни института внешней экспертизы пока не создана, и нормативно-правых актов про это тоже. И никто, по-моему, рисков внедрения ИИ еще на этом фоне вообще не осознает. Значит, у меня сейчас был очень интересный эпизод. Я разговариваю с очень успешным человеком, хозяином фирмы, который занимается тем, что делает дроны с искусственным интеллектом. То, где в реальности искусственный интеллект надо применять. Но я про другое хочу сказать. Там захват цели, там все, работа без оператора, чтобы нельзя было сбить рэбом. Он говорит, ну вот мы сейчас сделали новую раму, проверили ее на прочность. Я говорю, в каком смысле? Ну, есть там софт, который ты заводишь туда эту модель, и он проверяет ее на прочность. Я говорю, слушай, как можно проверить на прочность софтом? А он молодой, разработчик, он как бы не понимает. Я говорю, мы же были в Жуковском, где-то в огромных цехах стоят 8-метровые эти гидравлические штуки, которые крутят МС-21 и сухой джет. Реально в жизни крутят. Потому что там же еще и металл, там новые материалы, про которые вообще ничего неизвестно, на самом деле, про прочность. Говорит, ну она же говорит, что прочность нормальная. То есть у него понимание, что модель отличается от действительности, вообще нет. Это вот у молодого разработчика, у него это слилось. А, соответственно, это все к искусственному интеллекту точно так же относится. Тот создает некую модель, и люди начинают думать, что эта модель отражает реальность. А там есть всякие неосознаваемые презумпции, которые внес разработчик, причем не здесь, а в Штатах внес. Еще и специально, может быть, внес? Это само собой, про закладки вообще говорить не приходится. Но я сейчас, тем не менее, скажу пару слов. Там же чужая модель реальности, а если брать вот эти модные языковые модели, на мой взгляд, это вообще катастрофа, то, что сейчас ЧАД-ГПТ пытаются внедрять. Там чужая повестка. Там как работает? Там примерно 1040 ассессоров в Нигерии и в Индии сидят. У них, значит, 30 страниц инструкций, как им тестировать. Им дают промт для ЧАД-ГПТ и 5 ответов возможных. Они должны разметить от неприемлемо до прекрасно. А в 30 страницах инструкции, методички, описано ЛГБТ-повесточка, антироссийская повесточка, антирусская повесточка и так далее. Дальше, вот как пишет Дмитрий Анатольевич Медведев, но это каждый может проверить, он идет, значит, в Кандинского там или куда-то, говорит, нарисуй мне ветерана, ему рисуют американского ветерана с М-16. Потому что, потому что, потому что, ну вот. Там такой образ. А? Там такой образ в зиму. Да, но потому что это не их модель. Она цельно тянутая и чуть-чуть, значит, косметически немножко причесанная. Значит, у нас 99% всего и, как вы правильно говорите, цельно тянутые. Во-первых, это нейронные фреймворки. На самом деле есть нейронные фреймворки, написанные с нуля. Есть и в Министерстве обороны. У нас там в одной компании писали, ну, угнаться за количеством нейронов, которые она поддерживает, частной компании в России невозможно. То есть фреймворк есть, он абсолютно чистый, но он не может догонять. Но самое главное, что есть наркомания апдейтов, скачивания, да, с гитхаба и так далее, и все, и ты против нее ничего не можешь сделать. Вот. Программисты привыкают, что скачал, запустил, ноу-коуд или лоу-коуд, и все. А зачем тогда отечественные брать, которые, конечно, как процессор Эльбрус, чудовищные и мучительные, да? А зачем? Вот. Значит, соответственно, вот эта наркомания апдейтов, она вообще неизлучима. И что получается? Что мы как бы инновационные, мы все время заимствуем, и у нас объем, процентное соотношение чужого растет, импортозамещение не происходит, оно, наоборот, усыхает. Нас загоняют в цифровую колонию вот этим, в том числе обманкой этих генеративных сетей, бредогенераторов. Они на самом деле не нужны для жизни вообще. Но поскольку они такие зрелищные, медийные, их все начинают использовать, загонять в свои компании, в том числе в госорганы, у нас процент зависимости растет, а не падает сейчас. Ну одно название, трансформерные сети, как звучит-то просто. Да, да. Вот. Здесь пару слов было об опенсорсе, значит. Еще вчера начальник департамента говорил, что ну вот мы там сделали то-то, и нас перестали блокировать на гитхабе. Мы сделали то-то, значит, то-то они тоже. Это такая попытка добиться, чтобы большой белый Сахип наконец-то разрешил папуасам опять пользоваться тем, что у него есть. Мы не сможем их уговорить. Опенсорс, конечно, никакой не опенсорс. Там нет мирового сообщества. Стира это слово тоже произносил. Нет там мирового сообщества. Это фальшивка. Там есть американские корпорации, которые платят за разработку, потому что если ты там должен написать тысячи драйверов к устройствам, то никто не будет это делать добровольно. Это слишком скучная работа. Это либо надо заставить сделать производителей устройств, либо заплатить. И Oracle, Microsoft и так далее, конечно, платят. То есть опенсорс, он на самом деле, это просто способ дистрибуции своего американского софта. Это способ. Это не свойство софта. Ну и понятно, что с угрозами нулевого дня он сейчас, конечно, гораздо более опасен, чем проитарный софт. Это уже любой специалист по информационной безопасности скажет. Потому что в него проще эти угрозы вкрячь. И про него все известно. Вот. Ну и там, конечно, ограничения происходят. Происходит отравление хохлами. Мы знаем там, особенно когда началось СВО, там началось отравление опенсорса. Специальное внесение, значит, ну и там, слежение за IP-адресами тех, кто туда коммитит. Я много лет наблюдаю Postgres SQL, да, эту компанию, которая считается успешной у нас. Эти люди работали еще у меня в Рамблере в 2000 году. Они реально очень много коммитит, они там уважаемые. Они не могут там ничего решать. И никогда не будут. Они, конечно, сделали не форк, они сделали свою компанию, которая продает улучшенную версию для России но они никогда не смогут повлиять на американцев, которые владеют этим проектом. И так оно с опенсорсом будет всегда. Поэтому единственный способ, это, конечно, форки, которые от наркомании, от апдейтов отключаются. И вот. Ну, как его применять безопасно? Ну, я считаю, что только в некритических применениях, а лучше разовые применения. Что-то посчитал и еще как-то проверил, как говорил, с статистическими моделями. Обязательно, обязательно проверил. Да, да, и все. И, возможно, должна возникнуть индустрия проверщиков, потому что сейчас, на самом деле, компании, которые вам готовы сделать что-нибудь на ИИ, это мелкие компании, либо это, извиняюсь, Сбербанк и Яндекс. Ну, они, как правило, ну, корпоративную разработку не предлагают, они пытаются вот выглядеть хорошо на фоне OpenAI, вот, а мелочь всякая, которая это делает, ну, они делают просто, как бог на душу положит, берет, естественно, тоже западное, то есть там каша, то есть тот ИИ, который сейчас заходит в корпорации, он вообще никем не проверен и представляет собой кашу. Вот, и, конечно, есть еще одна история, попытка перекладывать социальное взаимодействие, в том числе с персоналом, на плечи искусственного интеллекта. Это вообще катастрофа и вообще-то преступление. Вот, при том, что там еще и персональные данные есть, ну, это вообще просто, я это вижу. Сейчас, кстати, начались довольно массовые увольнения, причем интересно, что увольняют тех, кто раньше ценился за усидчивость и аккуратность, то есть женщин. Как ни странно, чад же пяти, в первую очередь увольняют женщин. Там прямо половой перекос гигантский. Вот, всяких дизайнеров, там, средней руки, там, прямо сейчас пачками увольняют, потому что сопротивляться экономии в миллионы рублей в месяц никто не может. Они производят ментальный доширак, очень все дреное, ментальный доширак, все привыкают, он, искусственный интеллект, воспитывает невзыскательность. Заварил и ешь. А? Заварил и ешь. Ну, конечно, да. Ну, и что делать? Понятно, что есть польза, но эта польза должна быть очень узкой. Предиктивная аналитика, диагностика, и то, там всякий раз есть грань потери компетенции людьми. Говорят, а сейчас врачу мы поможем. Врач же кнопку начнет нажимать. И нажимает, и вы знаете, сколько таких случаев. Да, и на следующем этапе он потеряет компетенцию, и систему не на чем будет обучить. Поэтому искусственный интеллект еще потеряет компетенцию, потому что не на чем он будет учить, а они все привыкнут нажимать кнопку, потому что это снимает ответственность. Это настолько удобно. То есть там вот эти грани, особенно социальные, чудовищные просто, там можно свалиться прямо в пропасть за эту грань. Хотя там, да, есть, но основное это, конечно, нам надо не проиграть Третью мировую войну, ну, понятно, там все понятно, там оно, пусть оно делает что угодно, пусть будет чье угодно, лишь бы оно убивало не наших, а чужих, да, если оно убивает, значит, надо применять. И вот там это все, там, вот все эти, дрон-охотник, дрон-охотник на технику, дрон-охотник на дронов, вычисление батареи противника, извините, и так далее. Там вот это все, потому что без этого нас, конечно, сомнут, как говорил один известный деятель, наш политический, а вот в корпорациях, мне кажется, этого ничего не надо, и тем более для работы с персоналом. Ну, и в социальной сфере, конечно, ну, этим я просто занимаюсь, я это оставил, слайд, слайд, но присутствующим это, может быть, неинтересно, там нужны жесточайшие запреты на соцрейтинги, на оценку людей, на внедрение чат-ботов в госуслуги, это вообще должно быть запрещено, это прям преступление, с моей точки зрения. Вот, и мы над этим будем работать. Все, спасибо большое. Спасибо, спасибо, давайте пооплачем. Кстати, одна из мощнейших этих самых экспертных систем, которая называлась искусственная, это Watson, американский IBM, в которой было вбухано больше трех миллиардов долларов в разработку, тут недавно предлагалось за миллиард уже, то есть она вообще пошла в тираж полностью, потому что ее попробовали применить для медицины, получили вот тот самый эффект в Штатах, вот, а начали применять в медицине в первую очередь, потому что там больше всего денег, там больше денег, чем в обороне, больше денег, чем в финансах, и вот они ее начали применять. Слава Богу, у нас сейчас отменили вот эту штуку, искусственный интеллект для диагностики. У меня на работе уже был случай, мужику продиагностировали онкологию легких, но он крепкий оказался, он, так сказать, по этому поводу выпил и так спокойно это пережил, а пару человек дало дуба, извиняюсь, просто инфаркт, ну, потому что страшный диагноз, потому что эта онкология, это всего два месяца жизни осталось, и люди, так сказать, просто вот, так сказать, не выдерживают, а потом выяснилось, когда ему сделали доп. анализы, что все в порядке, ну, то есть не в порядке, конечно, воспаление литки есть, но... У меня есть сомнение, что отменили, они пытаются это все время вкрячить, там очень большие но ведь там же в Нарьянмаре нет хорошего хирурга, да, 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 а вот он будет удаленно искусственным интеллектом в центре Блохина создается Центр Искусственного Интеллекта для распознавания и изобразования КТ и... Да, но там нужна какая-то осторожность, чтобы обязательно подписывал человек это все, но боюсь, что этот человек будет подписывать не думая, в конце концов. Так оно и происходит, а зачем думать, если уже есть, там же целый опыт, там сколько специалистов, а ну, он посмотрел этот самый искусственный интеллект, рентгенограмму, рентгеновский снимок, ажиотомографию себе представил в объемном виде. Понимаете, все, что еще надо-то, что вы ко мне пристали? Он же мне подсказал, я принял решение на подсказке, а то, что на самом деле он при этом уже забыл, как думается, это другое разговор. Ну и вот вы говорили про массового пользователя, есть внедрение, попытки внедрения, причем очень нехорошие, особенно в Перми почему-то, в образовании, то есть распознавать ученика, строить его траекторию, распознавать его поведение на уроке, ставить ему за это рейтинг, а вот он тревожный, а давайте сейчас психолог к нему вызовем. И это все искусственный интеллект должен делать. Там ужас, там происходит некая борьба, родительское сообщество, но в общем, вот это безумие искусственного интеллекта приводит к этой цифровизации социальной сферы, которой в принципе не должно быть. А смотрите, вот Алиса, вот казалось бы, игрушка, да, Алиса, которая там с телевизором работает. Вы знаете, вот у меня сестра, например, такого же возраста, как я, ну чуть-чуть, помоложе. Вот она с ней разговаривает, как с человеком, потому что человеков там нет, ну муж с ней, так сказать, не особенно общается. Вот. Вот она с ней разговаривает. Тут, правда, некоторые умники взяли, поставили две Алисы напротив друг друга. Очень забавно получается. Да. Ну, это к тому, что происходит в некотором смысле о оживлении, что ли, вот этой вот самой железяки, очеловечивания, совершенно верно. Ну, это же, понимаете, отсюда до принятия решения, что человек идиот, один шаг. Ну, понимаете. То есть, вот это, конечно, большая опасность. Спасибо. Давайте еще раз поаплодируем доклад. Так, у нас еще один доклад. Значит, это Андрей Сергеевич Терентьев, директор по стратегическому развитию организации «Стахановец». Какое хорошее название. Добрый день. Можно? Спасибо. Сегодня поговорим об эксайдерах, оборотных штрафах и текучести кадров в компании. Будет очень много статистики, интересные, не пытайтесь запомнить цифры, потом организаторы вышлют презентацию. Итак, как мы видим риски компаний в России в этом году, с чем они столкнутся? Ну, прежде всего, мы думаем, что продолжится рост инсайдеров. Кроме того, геополитика очень плотно вошла в нашу жизнь и в связи с этим будет рост атак на компании. Кроме того, регуляторы продолжают ужесточать законы и в ближайшем будущем мы ожидаем, что все-таки закон об оборотных штрафах выйдет, в связи с чем, скажем так, у компаний возрастут финансовые риски. по-прежнему на черном рынке можно заказать киберуслугу по, скажем так, вскрытию компании. Хактивизм по-прежнему популярен для выражения своего мнения. И также утечка мозгов, текучесть персонала и нехватки, в принципе, квалифицированных кадров на рынке также остается проблемой насущной. Кто такие инсайдеры, как мы их видим? Ну, это сотрудники, которые имеют доступ к официальной информации. При этом мы их разделяем на тех, кто, скажем так, несознательно стал инсайдером и на тех, кто целенаправленно этим занимается. По статистике за прошлые два года увеличились и первые, и вторые, но рост тех, кто становится инсайдером целенаправленно все больше и больше. Чем мотивируются инсайдеры и какие, собственно, проблемы с этим связаны? Прежде всего, это человеческий фактор. По-прежнему люди переписываются не в корпоративных мессенджерах, а выносят всю переписку в свои частные. После 22-го года много появилось релакантов, которые работают из-за границы, и в принципе они могут как наносить по каким-то политическим своим мотивам вред своей организации, так и они достаточно уязвимы, так как находятся на территории другой страны, где они полностью доступны для тех же западных спецслужб. Также после 22-го года был достаточно большой отток ИБ и персонала людей не хватает. Мы обратились к отчету наших коллег из компании инфосистемы Jet для того, чтобы посмотреть, а как же вели себя инсайдеры в 23-м году. Итак, их количество выросло в полтора раза, при этом есть рост именно на корпоративную информацию, и рост составил 25%. Каждая пятая утечка связана с тем, что нарушаются какие-то внутренние нормативы, и в 75% случаев причиной становится человеческий фактор. Также мы обратились к отчету наших коллег из компании InfoWatch для того, чтобы посмотреть динамику зарегистрированных утечек в 23-м году, из которой видно, что рост более чем в два раза произошел за предыдущий год, и вдумайтесь только, это в 4,5 раза превышает население России. Если в цифрах, это 67 миллионов персональных данных и платежной информации, это почти в три раза больше, чем утечки в 2021 году. Если мы говорим про коммерческую тайну, то там рост составил два раза. Доля утечек в организациях группы ритейл вырос в пять раз. Если мы говорим про промышленность, транспорт и энергетику, рост составил в три раза. И при этом, если мы говорим про малый бизнес, у них рост составил 20%, что также вдвое больше, чем в 2021 году. Оборотные штрафы. данный закон должен был вступить в силу еще в июле прошлого года, но у нас, как всегда, долго запрягают. В результате новости пришли только в январе 2024 года. Что известно из открытых источников, что необходимо знать. Прежде всего, уже точаются штрафы для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В уголовный кодекс вносится ответственность для тех, кто незаконно хранит, обрабатывает, передает, использует персональные данные. Также законодатель предусматривает усиление ответственности. Если данное преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, есть в результате этого преступления значительный ущерб. Если данное преступление совершено с целью обогащения и если это преступление совершалось с использованием служебного положения или использованием каких-то спецсредств. Для коммерческих организаций в данном случае предусмотрены следующие штрафы. От 3 до 500 миллионов рублей, при этом сюда не входит компенсационные выплаты. Также предусмотрено решение свободы сроком до 10 лет. Теперь давайте немного более подробно разберем. По оборотным штрафам. Если произошла утечка от 10 до 100 субъектов персональных данных, то штраф может быть назначен от 3 до 10 миллионов. Если более 100 субъектов, это уже штраф от 10 до 15 миллионов. Если произошла повторная утечка, причем тут уже рассматривается утечка от 1 тысячи субъектов персональных данных, то штраф назначается от 0,1 до 3% выручки компании за год. При этом сумма должна быть не менее 15 миллионов и не более 500. Что по уголовной ответственности? В случае, если используются незаконно добытые персональные данные, причем это и обработка, и передача, то срок лишения свободы может быть до 5 лет. Если будет доказано, что была корыстная заинтересованность, то срок может вырасти до 6 лет. Если доказано, что была произведена разграниченная передача данных, или данное преступление было совершено в сговоре, то срок лишения свободы может быть до 10 лет. Почему этот закон достаточно сильно ударит по российскому бизнесу? На данном слайде представлены компании, которые, скажем так, большую часть занимают в российском бизнесе. Это малые и микробизнесы. Их оборот, глядовой оборот составляет до 120 миллионов и до 800 миллионов соответственно. И в случае, если произойдет повторная утечка данных, то в принципе бизнеса не будет просто. Опять же по статистике. За 2022 год лидерами по утечке данных были сферы доставки и сферы ритейла. Соответственно, 34-14% соответственно. При этом, если мы говорим про утечку от 1 до 10 тысяч субъектов персональных данных, то это небольшая компания, какой-нибудь интернет-магазин, парикмахерская из трех офисов, скажем так. Теперь поговорим про текучесть персонала на примере IT-компании. Если мы говорим про микрокомпанию, то с численностью человек, до 15 человек, средняя утечка, общая текучесть составляет 2 человека за год. При этом текучесть людей, которые занимаются непосредственно разработкой, продажей продукта, 1 человек. Если мы говорим про малый бизнес, это средняя численность 100 человек, то текучесть в год общая составляет 16 человек. И текучесть людей, которые занимаются непосредственно разработкой и продажей продукта, 8 человек. Если мы говорим про среднюю компанию, то средняя численность где-то 250 человек, за год ее покидает где-то 40 человек. При этом общая утечка учитывает и тех сотрудников, которые перемещаются с должности на должности. И если мы говорим про текучесть персонала, который занимается непосредственно разработкой и продажей продуктов в средней компании, то это 20 человек. И в средней компании увольнение потенциального сотрудника может обойтись в 3-6 оклада, в зависимости от грейда. Если мы говорим про найм IT-специалиста, то найм может потребовать инвестиций от 2 до 15 среднемесячного ворота компании, а увольнение от 3 до 23% и более. Если мы говорим про затраты компаний в МСП-сегменте, то они составляют где-то 1,5% от годового оборота компании. На увольнение тратится примерно 2%. Когда компании внедряют системы, которые позволяют производить аналитику того, что делают сотрудники на рабочем месте, это помогает экономить от 1,5 до 8,9 миллионов рублей в год. Также снижается нагрузка на HR подразделения, кроме того, когда более стабильный коллектив, проще адаптироваться новым сотрудникам в компании. При этом уменьшается количество случаев, когда сотрудник решил вдруг случайно уволиться, руководство это становится сюрпризом. Для того, чтобы противостоять утечкам персональных данных, коммерческой тайны, защищаться от инсайдеров и снижать финансовые риски на компанию, необходимо внедрять системы контроля персонала и DLP-системы, которые в том числе и являются программным комплексом «Стахановец». Наших клиентов мы защищаем с помощью таких инструментов, как анализатор рисков, голосовой DLP. Мы контролируем всю переписку, всю почту, кроме того, мы можем понимать, что делает сотрудник больше, чем в 20 мессенджерах. Знаем, где находится ноутбук, за которым сидит компьютер, можем контролировать все файловые операции. Что касается снижения текучести сотрудников, в этом также может помочь наша система, такими инструментами, как управление эффективностью, контроля и оценка вовлеченности сотрудников, выявление лидеров, поиск демотивированных рабочих и так далее. Программный комплекс «Стахановец» в полной своей версии содержит уже из коробки более 40 отчетов, в которых отображено более 100 функций. Компании «Стахановец» в этом году 15 лет. За это время было внедрено более 17 тысяч версий нашего комплекса. При этом, если мы начинали в России, то сейчас мы присутствуем почти во всех странах СНГ и в прошлом году вышли на рынок Турции. Наш продукт находится в реестре Единого Российского ПО. У нас есть ряд патентов Российской Федерации, есть версия сертифицированная по протоколу НДВ-4. Мы являемся резидентами Сколково. На данный момент почти 2 миллиона машин находятся под наблюдением нашего комплекса. При этом мы работаем как с небольшими организациями, где может быть всего несколько человек, так и с достаточно крупными компаниями. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо. Давайте поаплодируем докладу. Спасибо. Ну что ж, самым интересным было, несомненно, обсуждение, на мой взгляд, это, конечно, искусство интеллекта. Эта тема сейчас на самом пике, поэтому такое обсуждение, конечно, и было бурное. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Продолжение следует...